Седьмого октября, день Фёклы, назван в честь святой первомученицы, равнопостольной Фёклы. Ей было 18 лет, из рода знатного и славного. Была обручена знатным и красивым юношем в городе. Апостол Павел сказал ей, что отраковица, хранящая ради любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она невеста Христу, а Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Фёкла отказалась от жениха. Ее попытались обесчестить, но по ей молитве скала раступилась и поглотила ее. В народе этот день называют днем Фёклы-Заревницы. И все потому, что сегодня начинают выжигать сорную траву, отчего зори становятся багряными. Крестьяне сейчас топили печь для просушки снопу. Сушить хлеб дело сложное, и им занимались самые опытные мужчины. Затем начинали молотить хлеб. И начинали это делать с зажинного, то есть первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы. Из него выпекали хлеб, который делили на всех членов семьи. Полагали, что так все члены семьи приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие. Сегодня молодые девушки гадали на свое будущее. Ночью в открытое окно просовывали руку с пирожком. Если его никто не заберет, весь следующий год будешь в девках ходить. Если пирожок возьмет холодная рука, брак будет плохим. Теплая и мягкая ладонь предвещает удачное замужество. Также верили, что фекла способствует счастливому браку, а поэтому частенько на сегодня назначали свадьбы. Сегодня отправлялись на последний сбор грибов-боровиков в этом году. Обязательно осеняли себя крестным знамением, так как верили, что с приходом холодов нечистая сила беснуется и леший может утащить в лес. Детям ходить за грибами запрещалось. Приметы. Сегодня обязательно пряли, чтобы была удача в домашних делах. Сегодняшний гром предвещает мягкую зиму. И если солнце сегодня светит ярко и восходит быстро, к перемене погоды. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.